Погода вроде солнечная, а ветер такой прохладненький. Не холодный, конечно, но прохладный. Пасем, как всегда, овечек. Пасем. Вон они там все. Травка тут уже длинная такая, уже выросла. Высокая. Наверное, Коля будет скашивать, посмотрим, как по погоде. Чтобы свеженькая полезла. А может и так оставим, если будет засуха. Она потом просто не вырастет трава. Катька вот здесь. Вот она жует, жует. Сейчас как побежит танком туда, клумбом. Только и смотри за ней. У нас сегодня тут одной овечечки нет. Окатилась. Да, у нас та девчонка окатилась. Не знаем еще, пока был один. Сколько, не знаем. Дай бог, чтобы был один. Три это не очень хорошо. Они потом не такие крупные, мелковатые. И молоком поить приходится дополнительно. Катюшка, что ты там? Обрастаешь помаленечку? Скоро будешь красавица, как была. Зато легко. Зато прохладненько. Ой, какая травка вкусная. Клевер сейчас идет. Клевер вкусненький. Кушай, молодец. Вон цветочки клевера ест. Пошла, пошла, пошла. Она куда? Иди, но я смотрю за тобой. Смотрю, Катя, кушай. Клевер вкусненький, да? Полезный клевер. Очень даже. Желтая у меня уже полностью распустилась тоже. Ну как, не совсем полностью. Я обычно вот эти цветоносы убираю. Но это потом буду убирать. А первые пока оставляю. Пусть цветет, пусть всю силу свою выдает. Ну а потом будем уже цвет сдерживать. Буду убирать. Оставлять так вот немножечко. Красота. Вот это тоже роза очень красивая. Смотрите. Как будто с подсветкой. Посмотрите у нас на эту невесту, елку. Ой, красавица вон какая. Распустилась. Вон какие у нее цветочки. Большие они. Цветы у них у елки. Вот смотрите, какие. Крупные. Красивая юка. Но колючая. Страшно. Вот эти вот все листочки. Я их потом выйду. И ножницами все, каждый листочек подрежу. Потому что и самой можно уколоться. И дети прибегают к нам. И внуки приезжают. В общем, надо вот это вот сделать, чтобы оно было безопасное растение. Все это обрежем. Красота. А потом будет свисти гибрискус. Обрезала я эти все ушки. Овечи обрезала. Посмотрите, где вырыл крот. Прям посередине. Как обидно. Вот нельзя было дорогу какую-то другую протоптать. Зачем? Зачем лезть в декоративные насаждения? Крот. Это вот похоже у нас тут не крот. Вот такая большая дырка. У нас здесь похоже такое. Не знаю, я даже раньше не слышала, когда в Сибири жила. Такая женская щеня есть. Очень-очень такое животное, которое может повредить урожай. Просто не спасти. Грядки портит. Все-все. А чем отличается она, женская щеня? Вот такие вот большие кучи. Крот такие кучи. Смотрите, ногу поставлю. Крот такие кучи не делает. Укрота маленькие. А это, значит, получается, тут у нас поселилась щеня. Вот она и вот тоже гора. Большая гора. Вот она вот окроет. Она сама небольшая, но у нее такая плоская морда. Орех грецкий. Как-то варят варенье с него. Не умею, ни разу не пробовала. Есть, ела. А пробовать, варить. Самой сделать не пробовала. Говорят, это какой-то такой тяжелый процесс. Кто делала, может, расскажете. Много будет в этом году? Ну, не очень. Посыпалась. Почему-то, да. Ну, все равно. У нас каждый год как бы вроде нет, да, потом все равно есть. Маленько, но есть. Лето, лето. Лето летнее. Пойдемте посмотрим шелковицу. Ну, Коля мне уже ягодки приносил. Спелые. А, есть. Вот листья почему-то почернели. Возможно, тоже от сырости. Столько дождей было. Ну, да. Еще только начинает шелковица. А мы сегодня были у Марины. В Геогинской. У них уже шелковица. Прям много-много. В основном спелая. А у нас-то еще нет. Зеленая, видите. Все у нас тут позже. Но здесь у нас шелковица. Она не синяя. Она тут у нас такая розовая. Но очень сладкая. Мне больше нравится даже, чем такая. Есть уже спелая вишня. Ай, кисленькая. Но вкусненькая. Тоже, смотрите, листья. Видите, какие? Все в пятнах. Ой, какая вкуснятина. Есть уже, есть. Слышите, ветер какой. Ветер сильный. Такой прям не очень хороший. Ой. Надо уходить. А то мне сейчас будет казаться не то спелая. Спелый. Ой, я вишню люблю. Тоже. Да я все ягоды люблю. Вишни, пубнику. Все, что есть. Ладно, я пойду. Сейчас у нас бабушка будет купаться. Наша водичку. И надо отнести горячую. А это колеусомоист. Посмотрите, как разрастается. Красотулечки такие стоят. Вон какие. Смотрите, помея. Как вот недавно вроде сажала. Она вот такая. Все такая красивая. Молоденькие листочки. Получается зелененькие. А это такой красный. Красота. Вот эта будра сюда тоже воткнула. Пусть растет. Ну и тут тоже они уже выросли прям хорошо. Подросли. Уже набрали свой цвет. Вот такие вот. Конечно, очень красивые. А вот солнышко. Мало было. И уже он начал тускнеть. Этот вот тоже красавица. Я его сюда посадила. Сюда. Тут на таком столбике. Вот она у меня. Растет. А это у меня, друзья, капуста моя декоративная. Я не знаю, что с ней было. Она у меня остановилась в росте. Вид у нее был очень печальный. Поэтому я ее даже и не показывала. Я была уверена, что она вообще не выживет. Всякие подкормки какие-то я там покупала. Покупала, давала. Все было бесполезно. Потом купила в фикс прайсе. Какой-то пакетик стимулятора роста. После первого полива они у меня позеленели. Я их пересадила. Горшочки побольше. И вот они у меня теперь набирают силу. Теперь вот я смотрю на них и радуюсь. Конечно, в росте они у меня очень сильно отстали. Они уже должны быть большие. И должны уже высаживаться в грунт. Ну, немножечко еще надо их подрастить. Бананчик у нас растет. Не подняла по часам. Посмотрите уже, какой большой. Недавно снимала. Он еще маленький был. А уже и стол такой. И у основания. Посмотрите уже, какой хороший. Растет. Молодец, Бананчик. Машет рукой. Всем привет, говорит. Ну, как всегда, ягодку покушать надо, конечно же. Так, друзья, я прерываюсь. Тут много такой красной ягоды. Пойдемте посмотрим. Где у нас там маленький ребеночек. Вот они. Ай, да ты моя красавичка. Вот они. Посмотрите на вот эту радость. Не моя хорошая. Не, вставал он у тебя уже. Ты его кормила. Коля говорит, он уже сосал. Хорошо, что один. Это прям очень хорошо. Ну, нет, второго вроде бы не будет. Потому что она уже такая вся бодренькая, шустренькая. Смотрите, какой он смешной. Какой-то весь такой белый с черным. Так что у Беляша тут еще одно пополнение. Еще один. Не знаем, кто еще. Ценочек, дочка, мы не знаем. Маленькая. Молодец ты, девчоночка, ты наша. Ну, все. Немножечко. И потом ее будем стричь. Ей будет тоже легко. Да, красотулька ты наша. Так здорово. Лежит. Отдыхает. Бяша, бяша, бяша. А, ушками реагирует, слышит. Все хорошо. Мои лапочки. Майчик мой. А Купер у нас новую цепь. У него та порвалась. Да, Купер? Вчера он у нас гулял долго. Мы ему тут новую цепь прикупили. Да, Куперешка. Вон она цепь. Она тут вся уже порвалась. Да, дядяка маленький. Он у нас набегается, а потом сам бежит, чтобы его прицепляли. Да, Никуська. Ой. Куперешка. Куперешка. Ты его красавчик такой. Хороший мальчишка. Вот он. Попрыгунчик. Он у нас заскакивает вот на самую вот эту будку, на свою. И там стоит, наблюдает. Мячик. Мячик дай мне. Где мячик твой? Куда мячик делал? Мячик. Принеси мячик. Мячик принеси. Загнал его, наверное, куда-нибудь, да? Но теперь я не смогу его достать. Нету мячика. Где твой мячик? Вот теперь нечем тебе будет играть. Распустилась у нас тут еще одна красота. Климатис. Тоже мне Марина давала климатис. Смотрите, какой красивый цветочек. Даже очень. Такой, как будто края так разукрашенные. Да, да, Витя. Я, пойдемте-ка посмотрим. Это у нас уже нашему ягненочку три дня. Вот сейчас пойдемте посмотрим, какой. Мы его выпустили сюда с мамой. Орет, ходит. Слышите, кричит. Вот оно. Маленький. Вот оно, он кричит. Малыш. Вот она у нас отличается. Мама, она не подстриженная. Она была котная, когда мы стригли. Толкает его. Мама не толкает. Не толкает. Наоборот, типа я здесь, да? Ты чего кричишь? А он, смотрите, какой смешной. Не знаем мы еще, пока его не пугаем. Не смотрели, кто он там, мальчик или девочка. Ну вот, в общем, ему три дня. Он что-то там ходит, тоже нюхает. Ну, маленький. С тем мама пришла, он успокоился. Похож на беляша. Уши такие же у него. Кто помнит беляша, кто нас смотрит. Ну, вот такой же он. Ну, пусть гуляют малышки. Погода у нас меняется. Вот было солнышко. Поднимается ветер потихонечку. Так что у нас теперь вот такое тут маленькое чудо есть. Те уже такие не очень интересные. А этот интересный. Будем наблюдать за ним. Как он растет. Интересно, какой будет. Необычный. Цветной весь. И от мамки взял, и от папки цвет. Ему неинтересно. Он еще траву не ест. Да? О, три попы. Смотри. Смотри, три топали на плющике. Где он, малышка? Вон он. Ну, а к вечеру опять у нас пошел дождь. Дождь у нас в последнее время часто забегает к нам. Дождливая погода. Уже деревья все. Видите как? Ой, листья. Ну, деревья все стоят с такими листьями. Вот они все в пятнах. Это и не только вишня, но и шелковица, фоль. Тоже пятнами все. Все листья. Ну да. Вот они все прям пятна. Вот, посмотрите. Все в пятнах. Да, вишня. И вот не только у нас у многих вишня желтеет. Черевишня тоже так же желтеет. И пятна даже есть на орехи. Вот они. Тоже в пятнах. И листья. Все это от сырости. Не говоря уже о розах. Но розы-то я обрабатываю. Они как-то так более-менее. Деревья тоже обрабатывали. А вот все равно. Лук мой опять пришел. Всем привет, сказал. Молодец. Он всегда здоровается. Вот у него какой велосипед у него красивый. Есть ли? Дождик. Тебя не пугает дождик? Нет. А гром? Нет. Нет? Ну ты молодец. Герой. А я немножечко грома боюсь. Молодец, Миша. О! Правильно, правильно. Нечего лежать. Пусть бегает. И вот опять у нас все гремит. Громыхает. И пойдет. Начинает капать дождик. Ну все, друзья. Всем пока. Пока дождь не начался. Пойду-ка я. До новых встреч. Мирного неба всем. Молоденький, да? Да. Ай, красотульки. А, видно, маленькие еще. Они вылетели из гнезда, получается? Да. 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 Мерлицы. Вы мои хорошие. Вот они. Дикие голуби у нас какие. Дикие голуби у нас какие-то. Да. Да. Ну, как она идет, или нет, мама. Да. Да. Но все равно он стоит, растерялся. Все кричат, непонятно. Да. Да. Вот мама сама. Молодец. Ну, да-да-да. Чего кричите-то? Смотрите, не обижайте там, малыша. Да. Да, да, да.